Биография Джона Мильтона Классика английской поэзии Джона Мильтона нередко называют любимцем фортуны, действительно любимцем. Поэтому действительно в какой-то мере ему повезло. Беды пришли к старости, но они более касались политики, чем проблем личных. Джон Мильтон родился 9 декабря 1608 года в Лондоне в семье преуспевающего нотариуса. Отец его был человеком разносторонне образованным, начитанным, большим любителем музыки. Он был убежденным пуританином. Поскольку все предки Мильтона являлись католиками, то родители лишили отца будущего поэта наследства за вероотступничество. Обосновавшись в Лондоне, Мильтон-старшин зарабатывал на жизнь тем, что писал для обращавшихся к нему за помощью прошения в суд. Мальчик получил домашнее образование, причем большинство предметов он проходил под руководством отца. В 15-летнем возрасте Джон был отдан в училище Святого Павла, откуда через два года перешел в Кембриджский университет. Учился будущий поэт в край колледжа и готовился к получению степени бакалавра, а затем магистра искусств. И в том, и в другом случае требовалось принять духовный сан. После мучительных размышлений Мильтон решил отказаться от церковной карьеры. Родители не возражали. В 24 года Джон Мильтон оставил Кембридж и уехал в отцовское имение Хортон в графстве Баркингемшир, где вольно жил почти 6 лет. В ту пору он преимущественно занимался самообразованием, изучая классическую литературу. Своё первое поэтическое произведение «Гимн на Рождество Христова» Мильтон создал еще в Кембридже. В Хортоне поэт сочинил элегию Лиседат, а также драмы Аркадия и Комус. Были им написаны и великолепные поэмы идиллии. В 1637 году Джон по благословению отца совершил двухгодичную поездку во Францию и в Италию, где, кстати, познакомился и был привечен Галилео Галилеем. Слухи о неминуемой гражданской войне побудили Мильтона спешно вернуться в Англию. Поселился поэт в Лондоне и открыл в пригороде Сен-Брайт-Чарт частное учебное заведение для своих племянников Джона и Эдварда Филлипсов. Скоро началась публицистическая деятельность Мильтона. Первый его памфлет – трактат о реформации в Англии вышел в свет в 1641 году. Далее последовали трактаты о епископском достоинстве высшего священства, порицания по поводу защиты увещевателя, рассуждения об управлении церковью, оправдания смекту Нцова. Другими словами, основной темой его публицистики стали церковные проблемы. Летом 1642 года Мильтон отдыхал в течение месяца близ Оксфорда. Из этих мест происходил его род. В стране уже вовсю шла гражданская война. Против кавалеров, так называли сторонников короля, за их длинные локоны. В рядах круглоголовых шла грызня между пресс-витрианами и индепендентами. Не будучи военным или политиком, Мильтон предпочел держаться в стороне. Он занялся личными делами и вернулся домой 16-летней невестой, урожденной Мэри Паулер. В 1643 году они обвенчались. На этом кончилась безмятежная жизнь поэта. Вся родня Мэри была убежденными роялистами. Почти сразу между ними и Пуританином Мильтоном начались дрязги на политической почве. Пока побеждали роялисты, семейство Паул торжествовало. Через месяц после венчания супруга отпросилась в гости к родителям. Уехала по договоренности с супругом на два месяца и отказалась возвращаться. Тем временем в Лондоне для борьбы против роялистов был образован конвент. Союз Шотландии с английским парламентом. Армию Пуритан возглавил Оливер Кромбель. 1599 год рождения, год смерти 1658. И началось победоносное шествие круглоголовых. Мильтон принял сторону индиденпентов и выступил с целым рядом политических памфлетов в поддержку их идей. Деятельность поэта была высоко оценена и Пуританами, и Кромбелем. Летом 1645 года, когда роялисты потерпели полное поражение, Палланам потребовалась поддержка и защита зятя. И Мэри срочно вернулась к мужу. Мильтон поступил благородно, оказав родичам всестороннюю помощь. В 1645-1649 годах Мильтон отошел от общественных дел. Он был занят обдумыванием и сбором материала для истории Британии, а также работал над обобщающим трактатом о христианском учении. Тем временем революционеры пленили Карла I. Состоялся суд, и в 1649 году королю публично отрубили голову. В роялистских кругах Европы поднялся необычайный шум. В Британии казнили помазанника Божия. Встал вопрос, имеет ли кто-либо право на суд над монархом и на убиение его. При этом утверждалось, что король волен делать с подданными все, что ему угодно. И никто не смеет протестовать, поскольку воля монарха – воля Божия. Даже скверный король это попущение Бога в наказание народу за его грехи. Не прошло и двух недель после обезглавливания Карла I, как Мильтон выступил в печати с памфлетом «Обязанности государей» и «Правительство». На фоне недавней казни преступного короля, а Карл, как подтверждают историки всех направлений, был скверным королем, выступление поэта прозвучало необычайно резко и было как нельзя более на руку Оливеру Кромбелю. С благодарностью власти не промедлили. Уже в марте 1649 года Мильтон был назначен латинским секретарем для переписки на иностранных языках при Государственном совете. Всего поэта было создано на латыни три апологии казни короля. Защита английского народа, повторная защита и оправдание для себя. В феврале 1652 года Мильтон почти ослеп, что было воспринято роялистами, как кара Божия. В мае того же года родами его третьей дочери Деборы умерла Мэри Мильтон. В июне, не дожив до года, умер единственный сын поэта Джон. Суровым оказался для Мильтона 1652 год. Несмотря на слепоту, поэт еще несколько лет исполнял обязанности секретаря при Государственном совете благодаря чтецам. Помощникам, переписчикам. Тяжко переживал поэт время диктатуры Кромвеля. Он окончательно убедился в том, что так называемые республиканцы еще хуже пресловутых монархистов. У последних не было ни стыда и ни совести, ни страха Божьего, а новые оказались еще бесстыднее, еще бессовестнее, еще безбожнее. В толпе усиливалась тяга к реставрации. В 1655 году Мильтон ушел в отставку. Поэт попытался найти утешение в семье. На исходе 1656 года он женился на Катарине Вудкот. Но в начале 1658 года женщина умерла. Мильтон остался в обществе дочерей. Девицы были послушными, но к отцу относились со все возрастающей ненавистью. Слепец то и дело принуждал их читать ему вслух тексты, написанные на латыни, которую бедняжки не знали. Этот утомительный процесс превращался для молодых полных жизненных сил девушек в ежедневную пытку. Тем временем Джон Мильтон только вступал в период рассвета его гения. Одинокий, всеми нелюбимый, он наконец-то созрел для создания главных произведений своей жизни. В самом начале революции беременная королева Генриетта Мария бежала во Францию. Там она родила наследника престола, которому дала имя отца Карл. Повсюду шептались о скором вошедстве на престол нового короля Карла Второго Стюарта. Незадолго до реставрации Джон Мильтон опубликовал три дерзких памфлета против монархии. Трактат об участии гражданской власти в делах церковных, соображение касательно уместнейших способов к удалению наемников из церкви и скорый и легкий путь и установление свободной республики. В дни выхода из печати последнего памфлета генерал Монг совершил государственный переворот. На престол был призван король Карл Второй. Годы правления 1660-1685 года. Воцарение Карла стало для Мильтона катастрофой. Поэта немедленно арестовали и заключили в тюрьму. Шла речь о суде над предателем и его казни. Однако усилиями друзей Мильтона его отпустили на свободу. Несколько его книг в числе обе защиты английского народа были публично сожжены. Слепой поэт вернулся к частной жизни. Теперь же окончательно. В 1663 году он женился в третий раз на 24-летней Елизавете Миншель двоюродной сестре своего друга доктора Поджата. Духовной близости с супругой у Мильтона не получилось. Брак был несчастливым. Еще в 1658 году поэт начал работу над поэмой «Потерянный рай». Окончил он ее в 1665 году, а издал через два года. Следом была создана поэма «Возвращенный рай», сюжетом для которой послужило евангельское сказание об искушении Христа в пустыне. Ее Мильтон опубликовал в 1671 году. И тогда же появилась на свет последняя поэма стихотворца Самсон Борец. В последние годы жизни поэт заинтересовался Россией. В 1682 году вышла его книга «Краткая история Московии». Джон Мильтон умер 8 ноября 1674 года. Ему было 66 лет. Похоронили его в Вестминстерском аббатстве. На русский язык произведения поэта переводились неоднократно. «Откратните» на неоднократно.